здравствуйте дорогие мои друзья хочу вам один показать видеоредактор который является достаточно простым и понятным в освоении к сожалению он является платным но есть его бесплатная версия но бесплатная версия также к сожалению дорогие мои друзья она имеет ряд ограничений но само приложение называется в видео можно перевести если дословно мы это и есть видео щелкаю по этой иконочке посмотрите какой-то треугольник белого цвета как самолет с крыльями самолет стайл с невидимка активирую приложение и появляется определенное меню но я не хочу ничем делиться я уже здесь экспериментировал видео без названия куда то есть не суть закрываем потому что все это уже удалял здесь делал и смотрим что это приложение сюда можно входить как-то регистрироваться но я этого не делал я сразу хотел сделать просто напросто себе определенное видео вывести склеить различные кусок кусочки вывести их в тот или иной формат плюс нажимаем видео без названия название плюс нажимаем и должен выбрать определенные файлы здесь приготовил где они у меня вот первый видеофайл видите появляется галочка второй видеофайл третий видеофайл и нажимаю сюда правый нижний угол на галочку белую в зеленом кружочки окей шки и вот у меня видеофайлы выстраиваются здесь имеются определенные возможности в этой программе для работы но название можно поменять введем что нибудь я не знаю вот так пусть будет название стираем слово нажимаем окей не окей а галочку беленькую в левом верхнем углу и и нажимаем и у меня название такое появилось здесь также первый мой второй третий видеоклип смотрим что еще здесь есть вот волшебная стрелочка и стрелочка какая-то палка со звездочками активирую и по темы еще не загружены попробуйте еще через несколько секунд сейчас минуточку давайте мы сами выйдем где мой вайфай здесь тоже вайфай нету то есть вайфай вроде показано что есть а чё она тут это нажимаю еще раз а да теперь видите появилась чё появилась на черта не появилась сейчас я сюда нажму вот теперь темы появились посмотрите тема из basic black hop и full blue game of a polished ну какие-то темы заблокированы видите замочек если на нее нажмем что не знаю происходит не происходит вот и нажимаю ведь заблокированные темы так ну давайте выберем сначала тему нормальную вот гейма кого так сюда нажимаю сейчас и вернусь в тему подгрузились сейчас я нажму на эту стрелочку вот сюда раз галочку и вот появилась у меня что-то такое так что мы должны сделать здесь имеется нота нарисована тема языка загрузка что идет там ну такая линия начал долго делать потому что вайфай можно записать здесь свой звук посмотрите микрофон включим этот же посмотрим не показывать тематический эффект во время аудиозаписи это ничего не нужно и вот эту стрелочку мы нажмем вот сюда мы вроде тему применили и нажимаем на стрелочку сохранить бесплатно у сохраненного видео будет логотип и концовка получить без водяного знака дополнительный стиль помните говорим вот про эту палочку волшебную со звездами вот она показываю вам дополнительную музыку получить вот если мы получим дополнительный стиль давайте нажмем вай-фай здесь есть вай-фай нету давайте мы сейчас сохраним бесплатно в наших целях узнать что такое бесплатная версия посмотрите идет процесс сохранения рендера экспорта проектов готовый формат кстати пока не забыл у меня видео которое использовал в данном проекте снята в разрешении 1920 на 1080 может быть бесплатная версия делает но после того как проект выводится в конечный результат как в данном случае видео становится разрешение не full hd а hd 1200 сколько 1280 на 720 или 1200 на 720 ну черт с ним не суть важно выполнить у меня было full hd а теперь будет hd нет я не хочу поделиться и вот мои видео давайте посмотрим вот такая музыка звук уменьшу лейбл в правом верхнем углу 2 1 2 3 4 Герой 5 5 5 6 6 6 7 Это третий видеофар. Магниты на холодильнике. Так, что закончилось. А вот это концовочка была. Что я хотел вам показать? А я хотел вам показать... Да, в принципе, и все. Вы увидели, программа склеивает. Но также можно, вот посмотрите, сообщить о проблеме, моей монтажке, моё видео, то есть монтажке, это где я осуществляю работу в каком-то проекте. Моё видео. Видео без названия. Открываем снова мои монтажки. Ну-ка, я сейчас попробую. Да, сделал вертикально экран. Так, мои монтажки. Снова можно изменить звук. Давай, не звук, а используем тему. Ну-ка, а вот это что такое за хрень? Сейчас, минутка, я могу её использовать. Сейчас, прошу прощения. Прошу прощения. Где она? Вот она. Сейчас я... Вот эту могу я использовать. Вот эту. Видите, у неё здесь замок стоит. Ещё такой замок. Да. Давайте попробуем его использовать. Wi-Fi у меня здесь ловит. Да, ловит. Ну-ка. Ну, что Wi-Fi-то не ловит, да? Дома все спят. Я поэтому осторожно говорю. Что Wi-Fi ловит? Ну, кто не ловит, а? Давай ты лови уже Wi-Fi, да? Вова пошёл. Сейчас нажму на стиле. Опачки. Ага, видите? То есть, я не могу получить. Надо разблокировать. Ого! На один день 130 рублей. 130 рублей! Вы подумайте. На год. Мать моя женщина. 669 рублей. Кстати, я не нашёл платную версию, чтобы она мне досталась бесплатно. Ну, ладненько. Назад. Ну, помню ещё это приложение. Давайте стиль какой-нибудь геймовый выберем. А, не, мы выбрали. Вот это выберем. Окей. Скачиваю ресурс системы. Блин, у меня тут Wi-Fi снова нет, да? Чё такое, ну? Ну, понятно. Понятно вам приложение. Сейчас я посмотрю, сколько оно. В каком сохранилось формате. Сейчас, минуточку. Я открою. Галерею. Почему он не показывает? Открываю. Потому что у меня там личные фотографии. А вот сохранённое кино мной. Посмотрим. Его. О! 1280 на 720. Магниты, видите? А изначально родное разрешение. До использования в обсуждаемой программе разрешение видеофайла было 1920 на 1080. Ну, я говорил уже в Full HD. Ладно, держим связь. Буквально приложение несложное. Хотите, скачайте, купите за эти бешеные деньжища.